Всем привет! Это для нашего ютуб канала краткий видеоролик про кабы наших одноклубников. Я думаю, это будет, не думая, это будет первое видео на канале этой тематики, но в планах поснимать еще. Этот каб интересен тем, что он у нас довольно старый и многострадальный. Он раньше был у одного нашего одноклубника, точнее нет, изначально он был у меня, а потом он попал одному нашему одноклубнику, потом его украли, мы силами клуба его возвращали, а потом он был перепродан за копейки Максону. Максон, давай пять. Вот, Макс у нас ювелир от бога, руки золотые, любитель аниме, любитель рукоделия всякого разного. Ну вот мы сейчас осмотрим краткий обзорчик круговой того, что Макс навесил, натворил, наделал на кабе. Так, вот тут у него лампочка, лампочка будет работать. Секундочку, Макс, покажи. Вот кнопочка выведена для... Для аккумулятора. От аккумулятора. Передний багажник у Макса от велосипеда. Европейки. Немножко подогнутый, немножечко подделанный, немножечко подточенный. В общем, вообще огонь. Вот, можно грузить мешок картошки. Идем дальше. Ветровик. Ветровик хондовский, как образец того, что можно поставить не только на Литл Каб, но и на Супер Каб. Крепление. Во многом, да, во многом все Макс дорабатывает, все доделает. Там доделывает кронштейник, там вот он повесил алюминиевую трубку, на которую он навешивает держатель для телефона, ну и так далее. Что за угодно нависать. Да. Проблемы этого Каба, сейчас я вам покажу наглядно. У него с момента кражи была сильно очень ударенная вилка. Вот с этой стороны, здесь не видно, вот там сверху идет сильный удар-изгиб. И это, конечно, повело практически всю конструкцию вилки. Вот. Вот, колесо, если вы ведь сейчас видите, оно стоит криво, то есть с перекосом. Это вам как наглядный пример того, как выглядит кривое колесо, то есть кривая вилка точнее. Там же и восьмерка колеса, там же и все сопутствующие из этой истории. Так, креативный подход к навешиванию сумочки. Что у тебя, Макс, сумочки? Инструменты. Инструменты, такие оперативные вещи, что там тряпочка, я как-то там... Вот, всякие... Дальше идем. Быстро, резко переключились. Платформа прикручена. Платформочка на литл багажничек, самый-самый маленький. Да, самый-самый маленький. Японский ящичек. И тут, Макс, со всякого разного счастья много. Вот. Еще интересный подход. Возможно, это и не выглядит супер-мега эстетично, но... Но тоже прочно. Да, конструкция очень удобная. Лапка переключения передач, доработанная Максовыми руками. В общем, вот такой у нас каб. Если вам интересно, ставьте лайки. Вот. И по количеству ваших лайков мы поймем, нужен ли такой формат, интересен ли он вам. Макс, что ты хочешь сказать? Ты же все сказал. Вот. Катайтесь на кабах. Да, всем привет, катайтесь на кабах. Всем спасибо, всем пока. И еще моментик. В этом кабе установлен каленвал от китайской 110-ки. Те, кто видит вот эту крышку серебряную, понимают, что этот каб карбюраторный. Вот. Каленвал установлен, цилиндропоршневая группа, голова цилиндра установлена 110-я. Едет он как адская сатана. Вот. Макс как раз он выносит цилиндр. Смотрите, ручной работы. По факту 110-ка. Но есть шильдичек, сделанный руками ювелира 49 сантиметров кубический. Вот такой, думали, прокатит. Вот. И еще момент. Цепь и звезды установлены 428-е. То есть не 420-е, как у всех, а 428-е. Вот. Еще у нас тут что? Так как я залазил в этот каб раньше, в нем установлен уровень топлива от инжектора. И он не показывает правильно. Не, я уже в ведро гулевав, там саморобный поплавок. Вот. Ну, в общем... Там саморобный поплавок. Если капнуть глубже в этот каб, тут больше уже не от каба, и больше самоделок Макса, чем и самого тут каба кабического. Все, еще раз всем спасибо, всем пока.